Расскажите про Анастасию. Какая девочка это была? Как она училась? Очень хорошо училась, была очень хорошая девочка, послушная, веселая, добрая. Мои дети дружили с ней, мы с родителями были очень дружны, ну как и сейчас дружны. Девочка была очень ответственная, соблюдала всегда, переходя дорогу. Она была одна из лучших в группе английского языка занималась, и в этот день она шла на английский язык, на дополнительный, и произошла эта трагедия. Она была одна, она была с вашими детьми? Нет, она дополнительно занималась со школы, она приходила домой, оставляла портфель, и надо было перейти через дорогу, а там у нас нету светофора. Троллейбус, как я видела, тоже ехал не по своей полосе, девочка пропустила три машины и пыталась уйти от троллейбуса, мы это все видели, но произошло столкновение. Кто из вас был сразу после аварии? Кто подошел? Я после этого перейду на вопрос о ее семье. Я после работы только проезжала, вечером уже было начало седьмого, я остановилась там, на этом месте. Но уже к тому времени там уже не было ни родителей, ни самой девочки уже не было, ее забрали, естественно. И уже начали созваниваться, начали перезваниваться, что произошло. Все дети дошли до дома, не все дети дошли до дома. И уже тогда мы выяснили, Анастасия буквально за пять минут до этого разошлась с девочкой тоже с нашего класса, они попрощались. И она говорит, ну все, я иду на английский. А та другая девочка пошла гулять уже с моей. И буквально вот пять минут, если бы она бы задержалась. Что говорят дети вот про то, что случилось? Потому что я понял, что там были другие девочки, мы по видео как-то видели. Что рассказывают? Как они объясняют? Мой ребенок был на остановке, вот буквально минута ее сбили, и как только приехала скорая, уже констатировали факт, ее накрыли. И мой ребенок мне звонит и говорит, мам, здесь девочку сбили. Как бы там была фидеска, и она до сих пор называет это фидеска. И я говорю, Таечка, давай, зайчик, садись в троллейбус и поезжай домой. Она говорит, мам, кроссовки знакомые. Я говорю, Тай, ну может быть у кого-то еще есть такие кроссовки? Она говорит, нет, мам, знакомые. И уже я ее заставила сесть и поехать домой. И уже, естественно, позвонила классный руководитель и сказала, что это Настя, нашли ученические, это Настя. Виолетта, я опять вернусь к вам. Скажите, пожалуйста, как узнала семья, как узнала мама, как узнал папа, кто им позвонил, что случилось после первых минут? После первых минут нашли у ребенка ученический билет, позвонили сразу, как она учится в этой школе, там были данные, позвонили директору. Директор позвонил классному руководителю, классный руководитель позвонил маме, мама была на работе. Никто не мог сказать о трагедии матери, просто не могли. Спросили, где твоя дочь, она говорит, сейчас я ее наберу, и перезвонила потом учителю, говорит, она не берет трубку. И мама позвонила бабушке и попросила бабушку пойти посмотреть, на английский пришла дочь или нет. И когда бабушка подбежала, там вот эта вот трагедия, девочка была уже закрыта, и бабушке стало плохо, и ее везла скорая. И бабушка сказала маме, что дочку сбил троллейбус, и она лежит накрытая. И мать уже металась, и приехала, и уже ее увезли, когда мать приехала на место происшествия. Как ваши дети отреагировали на то, что произошло? Какая машина в доме с детьми? Ну, приходил психолог уже, дети, когда вышли в школу в понедельник, а до этого дети все были просто... Ну, там истерика. Истерика была у детей, девочки приходили к этому месту, возложили цветы, игрушки покупали, свечи зажигали. Наши дети там целый день находились, на второй день, как бы первый день... В субботу они там провели целый день, потом уже в воскресенье мы были на похоронах, и на кладбище тоже все дети были, наш класс был весь. И в зале тоже были мы, и вчера они после школы тоже подходили туда. Они все дружили, но с очень дружной класса. Я вернусь к вам, хочу представить другого человека, который с нами Зумата, учителя английского языка. Это говорится о профессора на английском, на которой работала Анастасия, Вилена Томулец. Вилена, бунта сеара, не аузиți? Да, да, по-ауз. Да, имедиат коллеги, я вам дам и имаги. Думаю, если бы вы были, если бы вы говорите несколько моментов о этой фетисе, как бы вы научились, как вы получили это, как вы получили этот анонт? Потому что, в связи с этим, что мы говорили, и в связи с Виолетта, и Галина, вы знаете Адидаси. Да, первое, с чего бы я хотела начать все это, от имени Кротаса мы хотим принести соболезнования в семье девочек. Как это случилось? В пятницу она шла ко мне на урок. Это было где-то при 20, у меня начался урок. Обычно она не всегда писала, если она отсутствовала, но тут я не получила никакой смс. Ну, мне показалось, может быть, ребенок забыл, с кем не бывает. А потом мне сказали коллеги, что на месте человека в отеле сбили девочку. Ну, как бы у меня не была какая-то мысль, что это Настя. И потом уже в течение урока девети, как бы, естественно, тоже знали эту новость и начали мне тоже присылать всякие разные фотографии. В тот момент я увидела ее кроссовочки и я даже недавно ей сказала, Настенька, у тебя очень красивые кроссовочки. То есть я кроссовочки узнала, но я до сих пор, то есть в тот момент я не хотела принимать тот факт, что это она. Но, к сожалению, в конце рабочего дня мне все же подтвердили, что это Настенька. Я то, что я чувствовала в тот момент, я даже не могу передать, потому что я не хотела принимать тот факт, что это тоже все же это она. А мы хотели, что филы купила Анастасия? Настенька была очень ответственной, воспитанной, умной. Всегда делала домашние задания, никогда не отсутствовала просто так. То есть только положительное могу они сказать все. Дети тоже с ней очень хорошо, дружили общались, то есть не конфликтовала ни с кем. Причас не видела. Мы очень сильно видели. По-те ва повести что висы урале, что врата, что врата, что врата, что это значит, чем он начинает. Ну, это не нужно сейчас, потому что ты много, и каждый запонец тоже не могу. Но, честно, ничего плохого не могу сказать. Только вот хорошее было всегда, когда мне бы хотел, какой-то лучик света у нас был в классе.